Здравствуйте, друзья! В эфире канал Ньюашвот и в рубрике «Лаборатория политического и военного анализа», сокращенно «Лаборатория пива». С вами Юрий Гимельфарк и Александр Гнухин. Интернет взорвала фотография небезызвестного Вячеслава Цаповязова из банды Цапков, который в колонии строгого режима в Амурской области ест крабов, шашлык и красную икру. Саш, объясни мне, как такое вообще возможно? Честно говоря, вот эта новость всплыла вчера, она вчера всех взорвала. Но дело в том, что первая мысль была у людей – это фотошоп. Такого не может быть. Как такое возможно? Почему мы, собственно, не начали освещать эту новость сразу вчера же? Нужно было разобраться. Для этого я пошел по такому пути. Дело в том, что когда я еще служил, это в дальние, в начале 90-х годов, было серьезное сокращение в войсках. И многие офицеры, чтобы не прерывать свой стаж, работа в силовых структурах, перешли в систему ФСИП. Тогда она называлась «Система главного управления исправительных трудовых учреждений». Позже она называлась «Система СИП-ИСР» – «Служба исправительных дел и социальной реабилитации». В несколько раз переобиновали. Ну, вот этот весь переход массовых офицеров начался в 93-м году. Некуда было людям деваться. Вроде как образование силовое есть, стаж работы есть, там осталось что-то такое на пенсии, ну, надо дотягивать. Они поправили в офис. Так самое интересное, сейчас они остаются в этой системе, особенно те, кто моложе меня намного. И я тут же сел вчера на телефон и начал с ними разговаривать. С одним из них вчера даже пришлось встретиться очно. И конфиденциально абсолютно. Естественно, без упоминания имен, люди и красно четко рассказали, что такая система существует. Особенно после того, как все те принципы, вот грустные, омерзительные принципы, которые были заложены сталинским ГУЛАГом, они постепенно были с точки зрения соблюдения режима содержания и с точки зрения прав администрации, они были ликвидированы. Даже принцип охраны, как красная икра, крабы, шашлыки и все прочее могут попасть на территорию экологии. Например, это тоже спиртное. Нет, вот я уточню свой вопрос. Вот мы все читали там Варлама Шаламова, читали Солженицына, читали Евгению Гинсбург, читали Льва Разгона. Мы смотрели массу фильмов про зоны и заключенных. И вот представление такое, что вот вор в законе, у него лучшее место у стены там. То есть такие вот мелкие... Отдельный номер. Да, а вот сейчас вот то, что мы увидели, шашлыки, красная икра, вот я и не понимаю, как вообще такое может быть? Все, все теперь сейчас стали решать деньги. Все стали решать деньги. Раз. И второе, это то, что наш мир, в том числе и тюремный, и прилагерный мир, весь пронизан электроникой. И организовать связь с волей, организовать мост через сотрудников колонии за определенную сду, сейчас проблем никаких не стало. Хорошо. Я тогда задам конкретный вопрос и попрошу озвучить прайс. Сколько стоит, например, вору в законе или вот авторитету, скажем так, получить сотовый телефон в колонию? Скажем так, все зависит от региона. Чем более льготный, скажем так, регион, ну это север, дальний восток, тем дороже. Почему дороже? Объясняю, все зависит от отладов, там полуторных, двойных отладов, связанных с климатическими условиями и удаленностью сотрудников колонии. Чем выше зарплата сотрудника колонии, тем больше его детей. Если, допустим, простой там надзиратель с тубиной, где-нибудь в средней полосе, в центральной России, получает порядка 20 тысяч, то где-нибудь на севере, там, на дальнем востоке, он получает 30, а то и может быть 40. А сколько получает, допустим, опер, а сколько получает начальник отряда, а сколько получает начальник колонии, там доходит до трехзначных цифр. Вот в чем дело. Поэтому, скажем так, сотовый телефон здесь, в центральной, в средней России, стоит примерно тысяч 20. Вот такая вот средняя цена. А там, это дороже, 30, 40 и так далее. Вот. Плюс это все нужно оплачивать. Но связь с... Благодаря сейчас наличию электронных связей заключенной, все это приобретает исключительно через своих родственников либо подельников, оставшихся на воле. А как же шмон? Мы же всем... Извини, Саш, но вот такой... Но их же шмонают и так далее. А вот сталинская гнусная система режима была совершенно другой. Она, может быть, даже была более продуманной с точки зрения изощренности, с точки зрения жесткости ее. Колонию охраняли два ведомства. И надзор осуществляли два ведомства. Никогда так... Господи, вспомни Маяковского. Жандарм глядит на сыщика, сыщик на жандарм. Да, да, да. Помните? Конечно. Вот такое же мне приводят сейчас офицеры ВСИНа. Не офицеры, точнее, представители начальства еще состава ВСИНа. Офицеров вообще не нет. Что они говорят? Раньше, до 93-го года, внешнюю охрану и надзор в качестве надзирателей осуществляли внутренние войска. То есть, командир подразделения по охране и надзору не подчинялся начальнику колонн. Например, я привожу в Саратове, например, в центре города, на улице Мичурина, стоял так называемый конвойный полк МВД, внутренний путь. Он состоял, допустим, из 10 конвойных рот. Каждая рота охраняла и осуществляла подзор в одной колонии. Ну, например, 10 колоний по территории Саратовской области, 10 конвойных рот. Но подчинялись командиры этих рот и этих конвойных подразделений только командиру своего полка. Начальники колонии осуществляли только хозяйственную деятельность и оперативную родственную деятельность. То есть, они между собой состязались, и они друг на другу стучали конкретно. Министерство было одно МВД, но система ВСИН, или как так называлось, ВТУ, и система внутренних войск были совершенно разные. И получалось так, что пронести через контрольно-пропускной пункт в интересах сотрудников колоний ничего было нельзя, потому что ее охраняли внутренние войсками. А на швом выходило изделение внутренних войск. И вот эта система работала и действовала. А сейчас, когда все, и охрана, и надзор, и оперативная работа, и хозяйственная деятельность, сосредоточена в лице одного человека, начальника колонии, все, появилось более нормальное тюрьме. То есть получается вот такой вот, как говорится, банкет, а после твоих слов мне даже страшно подумать, сколько он стоит. Он, по-моему, стоит на порядок дороже, чем обед в самом элитном московском ресторане. То есть это получается так тоже возможно сделать? Легко, легко. Почему? Я могу четко утверждать, что так делают не все осужденные, согласитесь. Просто невозможно. Какой-то мелкий карманник там сидит, да, или бродяжка, или там ботник какой-то там за мелкую кражу, или там за грабеж на улице, он себе может позволить одно. А человек, который награбил, наворовал и оставил своим подельникам на воле огромные денежные средства, может позволить им практически все. Потому что все сейчас в руках одного человека. Начальник колонии вызывает сама от безопасности оперативной работы. Слышь там, Петрович, завтра придет греф воли, осужденному цеповязу, например. Значит, мешок приведут на проходную, служба охраны подчиняется тебе, войск, нету, там, с 93-го года. Дай команду, чтобы пронесли бездосновно. Понял? Понял, Иван Иванович. Пошел сам на проходную, этому прапорщику там, или сержанту, который там сидит, сказал так, так, вот этот мешок бездосновно. Вот, да. Не дай бог, что-то скажет против какой-нибудь более или менее принципиальный сотрудник надзора или охраны, он просто будет за 5 минут уволить. А мы знаем, что эти люди живут в таких местах. Это система иначальна. Я, извините, могу докопаться до тебя за неправильно пришитый подворотничок или за нечищенные сапоги. Он не может противостоять этому шефу. Более того, этот шеф может взять его в дом, потому что там, между ними, эта сумма раскладывается. Если привезли жателю на 100 тысяч, значит, соответствующим образом стоит еще и услуга сама сотрудников этой экологии. Им на карточку прилетает плинк, прилетело начальнику. Начальник перекинул на карточку заму, зам этому там часовому, или охраннику, или инспектору, как он у них называется, на терапию, вот, все это пошло по кругу. Электроника плюс жуткая коррупция. Вот еще. Саш, тогда неизбежный вопрос такой. Правильно ли я тебя понял, что эта ситуация с ЦП-вязом, она не исключение, а некое правило? То есть, да, мы сейчас услышали об этом и Замурской области, но такой же теоретически может быть. Я уже сейчас из головы фантазирую. И в Саратовской области. Чего вы, не то что, очень громкое дело было по генералу Гнездилу, который в конечном итоге вынужден был уйти в отставку, начальник в Саратовской области. Но он ушел по-хорошему, он ушел как бы на печь. Ему там что-то 60 лет исполнилось, и его тихонечко убрали. Сейчас тут новый начальник. Там была история вообще очень громкая, в результате которой один полковник умер от инфаркта. Бывший начальник этой колонии, который год, по-моему, целый просидел под домашним арестом. Я занимался этой историей, об этом ранее, в одном из средств массовой информации. Там это очень глубоко, хорошо освещалось. Значит, а в чем был суд? Была так называемая система подарков. Ну, не вся так, а вот именно подарков. Понимаешь, сеньгами сенерал не брал. Брал только ценными подарками. При этом был очень заядлый опор. Так вот, крупный вор в законе. Под конвоем начальника колонии, ну, то есть сидер в его лэп-грузере, рядом с ним, справа, естественно, без всякой охраны, без ничего, есть магазин элитного оружия. Это колония, которая располагается в городе Красноармейске, это вот 60 километров от Саркона. Вот. Едут в магазин элитного оружия, покупают ему очень дорогой карабин, там, какой-то зарубежный, там, и так далее, по охотничному билету начальника колонии. Потому что, ну, осужденный не мог иметь какой-нибудь билет по себе. Вот. За это этот осужденный, судя по сведениям из СНИ, судя по тому, что прозвучало в ходе судебного процесса и следствия, сидел определенные преференции. Ты понимаешь, ты сейчас рассказываешь, вернее, мы сейчас читаем в интернете про Красную Петру, грабов, там, еще что-то, и он просто женщин привозит, ну, не очень тяжелого поведения, или, как говорит президент, низкой социальной ответственности. Нанять их, пардон, в нашем городе не проблема, и все это всплыло в ходе следствия. Все это стало состоянием журналистов. В результате Гнездилов ушел в отставку, полк визит внутренней службы Шаков, умер от инфаркта в ходе следствия, находясь под домашней марией, когда все это всплыло. И полк в внутренней службе Батрая, завтра Средников, который якобы, согласно материалам следствия, организовывал весь процесс, в связи со смертью Шавова, ничего, так сказать, доказать не смогли, вещественных доказательств не нашли, цехи не остановились, по-моему, это дело ушло на тормозок. Вот сейчас, на данный момент. Но год назад это была очень шумная история. Вот, там перекрестли весь этот сир, видим, чем закончилось. В принципе, ничем. Шик. Потому что, опять же, что это шик. Возможно, даже деньги преступного мира. Потому что преступный мир существует везде, в том числе и внутри зоны. Да. Вот, это краб, и краб, и крабы, и крабы, и женщины. Все это совершенно там нормальное явление. Более того, даже незаконно предоставляемая пуска. Вот в общем дело. Саш, но тогда у меня в заключении вопрос неизбежный. Мы сейчас вот возмущаемся пытками в колонии. Вот, в частности, этот дикий случай в Ярославской колонии, что это, оказывается, не единичный случай. Мы вот этим возмущаемся. Но вот судя по тому, что ты сейчас сказал, это получается, что система в СИН, она не просто прогнила. Она, получается, ее как бы не существует. Это все. Это, как говорится, дело даже, даже, вот я сейчас скажу кощунственную вещь, дело даже уже получается не в жестокости, а в ее гнилости. Юр, куда ни глянь в сторону наших правоохранительных структур, повторяется одна и та же картина. Мы несколько передач готовили вот по этим поводам. Помнишь, мы обсуждали положение дел в полиции, да? Обсуждали положение дел в Госбарди. Там же элементарные вещи. Вот, допустим, охрана депутата Делимханова, да, вымогала 100 миллионов у бизнесменов. Их на 50 тысяч оштрафовали. И все. И отпустили. Вот этих вот мордоворотов. При этом обычный навальновский активист может выйти и получить три года на улице, да? Та же ситуация сложилась в Росгвардии с закупками, там, дуэлями и всем прочим, да? Точно такая же ситуация вовсе. Дело в том, что тот, кто сейчас имеет деньги, имеет право купить и полицию, и Росгвардию, и все. Не говоря уже об МЧС, об всех этих огромных пожарах, которые возникают с тем, что инспекторов пожарного надзора просто купают. То есть силовые структуры полностью переродились и работают в интересах крупных воров, крупных бантитов, организаторов киневого бизнеса. А, ну, естественно, что простой-то народ, типа навальновского активиста или какого-нибудь карманника, я, конечно, не ставлю на один уровень, но карманник, который сидит в зоне, они себе, в принципе, этого поспорить не могут. А эти могут позволить все. И уйти от ответственности. И этот силовой орган, который на него там заспуждают уголовное дело или ведет уголовное преследование, либо тех, кто осуществит его обстрану и надзор за ним на территории колонии. Вот и все. Да, ты страшные вещи рассказываешь. Ну что ж, друзья, вы слышали точку зрения полковника вооруженных сил Александра Глушенко по поводу ситуации вовсе на примере банкета Вячеслава Цеповяза с шашлыками и красной икрой в амурской колонии строгого режима. Но я напоминаю, как всегда, выводы делать только вам. До встречи. До свидания. Продолжение следует...